Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. У нас проходит серия бесед, записей, вопросов и ответов, называется «Во свете Библии» или «Открытым оком». Вопросы поступают от своих, от чужих, неведомых. И вот сегодня ночью мне поступил такой вот вопрос. Ну, я покажу, что у меня открыто сначала. Вот, видите, если видно, православный форум Игнатия Лапкина. Это 1400 тем. У меня есть, вот, видите, страница «Мой мир». Майл.ру называется. Дальше. Вот. Это вот у нас открыт православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Ну, любой, кто войдет сюда, тут найдет. В 900, примерно, 30 наших видеороликов, наших собраний, ответов, вопросов. Это очень много. Обычно у людей где-то много, смотришь, ну, много у Осипа, много у, кто выступает. А у людей-то обычно откуда-то берут. Я недавно в одной увидел, говорит, 111 моих роликов она к себе перетащила. Значит, человек этим живет. Дальше. У нас есть сайт. Вот он как называется. Во свете Библии. Это я заранее говорю, как хозяин этого сайта. Он наполнен моими трудами. Нашему сайту равных нет в мировой сети. Просто нету. Это Господь позволил сделать. 50 книг аудио начитано. На нашем сайте вот здесь. Новый Завет с толкованием. Видите, вот это Новый Завет, который мы издали с толкованием, полным толкованием с откровением. Дальше. Вот написано, что здесь? Новый Завет. Она еще не все даже открылась. Сейчас откроет. Наша книга «К истинному православию». Проповеди, которые я говорил, более 1300 проповедей. Вот здесь книги. Все мои книги. А все это 41 книга. Вот здесь звук и видео. Вот она появилась. Вот я ее открываю, чтобы показать. Аудиофайлы. Библия мной насчитанная. Архипелаг ГУЛАГ. Творение Иоанна Златоуста 12 томов. Житие святых 12 томов. Добротолюбие 5 книг. Отец Григорий Дещенко 4 книги. И разный духовный материал. Ифрем Сирин, Иоанн Кронштадтский, Игнать Абринчанинов, Пеофан Затворник. 50 книг. Аудио. Этого больше не денег. Тут мои беседы с Александром Менем. Аудио. А уже на форуме. Они отпечатаны в городе. Можно их считать. Но я не буду говорить. Тут фильмы, которые о нас сняты вот здесь. Тому, кто придет, я возвращаюсь на первую страницу. Здесь готов большой-большой стол накрытый. Дальше. У меня открыто показывают здесь даже. Это вот ВКонтакте. Вот вверху видно? Нет. ВКонтакте. Эту статью, вот фотографию, сделала Ксения Деннен. У нас была директор Кэстонского института из Лондона. Дальше. Вот. Живой журнал открыт. И называется «Жизнь православной общины». Вот видите, празднует Крещение Господне. Это наши ребятишки стоят здесь дальше. Кроме того, у меня еще есть вот такое. Называется «Одноклассники». Вот. Все. Ну и еще, кроме того, есть и у нас Фейсбук. И всего, что из этого есть, не считая нашего форума и сайта, лучше, из лучших, это мой мир. Пока он не был испорчен, вот, ну, месяца четыре назад. Мне до этого казалось, я везде об этом говорил, что самые лучшие, видимо, были умные представители интернет-мира, собранные в моем мире. Но настолько было удобно. Десять тысяч человек, я одним щелчком мог на них послать материалы, файлы, фотографии. Десять тысяч. А в контактах здесь я с одним человеком, я их держу, они у меня открыты, но там нечем заниматься. И Фейсбук хвалили, хвалили. Наконец зарегистрирован, ничего там нету, совершенно. А уже я не говорю, там какие-то другие. Вот здесь вот я захожу, допустим, жизнь, говорили. А, в Мэйл.ру там столько разврата. Ну, есть, но тебе зачем туда лезть? Это у меня нету. На страницах появляется какое-то, я вот сразу в черный список легко за... И он никогда больше ко мне не придет. А вот живой журнал, тут такие элитные люди. Ну, хороший журнал, действительно хороший. Но общения никакого нет. Мы выставляем материалы, кто заходит, как, я не вижу. А здесь кто пришел, кто сейчас в данное время. Все есть. И вдруг четыре месяца назад, я понимаю, это государственный закон, видимо, побудил. Там устали рассылать разные призывы к восстанию. И прекратили из-за некоторых людей. Ну, как будто бы целая команда работает, как его сделать другим. И люди кричат, верните старый Мэйл.ру. Верните. Он удобен был во всех отношениях. Я мог посылать не просто, а ролики. По 10 одновременно фотографий на 10 тысяч человек. И тут же сразу идет... Я два часа только разбор писем делал по утрам. А сейчас ничего нет, пусто. Ролики приходят, там вымел их. И больше ничего нет. Мы виноваты. А, это все захватили евреи. Это все евреи, евреи. Тем более показывают, что они умные. Они заранее уже рассчитали, что будет такой вот спрос. На это сделали хорошим. Не роптать надо, а самого себя укорить. Вы же были богатые люди. Почему они взяли себя отдельно делают и такое создать не могут? Время-то еще есть. Ну, евреи. Ну, а вы-то где? Русские, немцы, японцы. Соберитесь вместе. Создайте второе Мэлору. И мы к вам все пойдем. А мы не можем никуда пойти. Никуда. Потому что ничего лучшего этого нет. Ну, я не говорю, что вот... Если сравнить, вот у меня этот... Показан, как это... Во свете Библии. Вот это. Ну, я его сравню, ну, с чем? Ну, это мой сайт. Старобряческий. Там мертво стоит все. Я загрузил и больше ничего не добавляю. Вообще не добавляю. Там тысячи фотографий. Все фильмы о нас, которые сняты. 20-50 томов насчитаны. Там много-много чего. Но он неподвижный. Лежала до нас тысячу лет лежит. Старобряческая. А вот когда я смотрю форум, ну, тут мы все находим, ко мне приходят. Абсолютно. Но больше как бы новобряческий. Как они говорят, не каньянский. Здесь уже разума много приходят люди. Здесь у меня, что патриарх выступает, Кирилл. Выступает там этот... Олег Синяев. И все они у меня, я вижу, по тематике, тоже заношу сюда. А вот уже Мейл.ру, я считаю, это для всех. Межконфессиональный. Ну, это для себя так делают. А которые вот эти остальные... Ну, что тут есть? Показываю. Это Контакт. Ну, живой журнал маленько сюда не подойдет. А вот дальше... Это... Что тут? Одноклассники. И вот Facebook. Я их отношу там далеко-далеко-далеко отстоящими. Они хорошие, они нужные. Но, знаете, не для трактора с семилемешным плугом. А там работать можно одному на своем участке с лопатой. С соседом переговариваться через забор. Я так образно это дело вижу. И вот сегодня ночью у меня поступил такой вопрос. Просчитай, пожалуйста. Кто его задает? Вот он. Роман Долгов. Я скажу, что он самый первый пришел. О, интересно сегодня я смотрю. Открытие сайта у нас было в 2010 году. В 2010. 7 февраля. А он заинтересован 6. Я говорю, как это так? Смотреть. Так мы уже наполняли его с 1 января. И поэтому он зашел, когда он еще не функционировал даже. Ну, видимо, уже... Когда проверяли мы его, как действует... С 1 февраля, наверное? Ну, почему? Мы месяц заполняли его. А, месяц заполняли. Это же форум. Это форум. Сколько ушло на это время-то? И когда мы его там проверяли, как созванивались, как там видно, нет материал поставил, он в это время, наверное, успел зарегистрироваться. А почему у нас форум с 1 февраля? Праздник. Праздник. 1 февраля форум. Мы, допустим, первого... Вот пришел ко мне, кто хотел это, Гавриил, он его сделал. Теперь начали мы наполнять. А чтобы видно, что мы то, что ставим, там где-то видно, я ему звоню тому, как там видно, нет материал, мы поставили, видно. Ну, и уже мы месяц ставим, идет второй месяц, но мы его для всех еще не открыли. На ночь мы его сворачиваем, и он нигде больше не участвует. Вырубаем. А он в это время шестого зашел, когда, видимо, мы переговаривались-то, и зарегистрировался. Он не понимает, что у нас здесь была не остановка, а просто по нужде водитель остановился там. А он залез и поставил остановку здесь. Это первый, кто вижу. Видно, что человек хороший, всегда выступает. И вот он задает такой вопрос. Что такое страх Божий? Боязнь Божьей кары, вечных мук? Или же страх перед своей совестью? Очень хороший вопрос. Ну, он задает, куда зашел? А тема какая? Вот заявка. Для Игнатия Лапкина на видеоответ во свете Библии. То есть мне задают вопросы, и вопросы очень большие, большие. Вот на один вопрос мне пришлось 30 роликов сделать по Невзорову. Там на Задорова. А это задал такой вопрос. Ну, хорошо, задал. Я посмотрел, тут какие есть ответы, и он на что указывает. Вот здесь, если вот ткнуть, и там показывает, какие ответы. Ну, я ткну, чтобы показать. Вот смотри. Он заранее подставил, что на эту тему уже отвечали. Вот спрашиваете. И дальше религия. Кто говорит, что такое страх Божий? Боязнь Божьей кары, вечных мук? Или же страх перед своей совестью? Ну, вот отвечает другой, который Юра Деревянко. Вот он. Когда человека запугиваются, Дом Божий все забывают самое главное. Ну, и дальше кто что говорит вот это. Но им почему-то захотелось узнать, что на эту тему скажу я. Ну, надо знать, так надо. Я, значит, тогда подготовлю материал. Ну, у нас же во свете Библия. Я говорю, что такое страх Божий? Ну, сначала сказать нужно по всей Библии, с неканоническими книгами. Слово страх Божий Господень и прочее встречается 229 раз. 229. Я выбрал только 50, но это тоже много. Я не хочу отвечать. Там есть ответы правильные, но я отвечать хочу, как Бог говорит, Дух Божий. И мы сейчас прочитаем, что такое страх Божий. И каждый сделает вывод для себя. Не мой голос здесь слышит. Брат Игорь будет считать. Но это не его голос. Это голос Божий. Дальше. 1 Иоанна 4 глава 18 стих. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. И вот люди, которые прочитают, все, страх не нужен нам, написано, а сам даже к любви не притронулся. Здесь написано, боящийся несовершен в любви. А кто совершен? Человек должен сказать, я совершен в любви, тогда закончилось. Будьте святы, как я свят. Это постальный образец, которому всю жизнь стремитесь и не достичь. Иначе это и не Бог будет, если я достичь, достичь того же, какой Бог святой-то. Дальше. В любви нет страха. Почему? Совершенная любовь изгоняет страх. Повторяю. Совершенная любовь. Совершенная. А у кого она совершенная-то? Который скажет совершенная, это лучшее доказательство, что у него нет вообще любви. У нас есть любовь, в которой мы возрастаем. Возрастайте в любви. Любите врагов. Ну, любит своих, соотечественников. Но врагов любите как? Бабка любит внука, закармливает. А такая вот растет, говорит, и такой сви-сви-сви получится из него. Вот и все. Так, это относится к идеалу. Совершенная любовь изгоняет страх. Где? Когда ворота будут открыты, и там никого нету, а вне псы-чародеи, откровение заканчивается, то есть в царстве небесном. Страха нету, под покровом Божьим, плотью этой, плотской в этой мы не обременены, вожделения к женам не будет, там не женятся, замуж не выходят. Воры при любодеи за воротами, там написано, лжецы-чародеи. Ничто не угрожает. Совершенная любовь и страха там нет. Вот этот стих, он говорит об идеале стремления к вечности. Дальше. Римлян 8 глава, 15 стих. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Вот эти слова Авва Отче нужно внести в молитвослов. И слова такие, что слово Иегова должно прозвучать хотя бы один раз за все богослужение. Но чтобы понять, что такое в моих книгах, слово Иегова встречается, сейчас я могу не точно сказать, но примерно 2400 раз. Это что-то. А то, что в стихотворениях, в моих стихотворениях слово Иегова, имя Божие Иегова, встречается где-то около 800 раз. А зачем? Я это умышленно сделал. Потому что оно забыто было тысячелетие. И теперь людям нужно напомнить и вмонтировать. Вот почему. А в Библии только 8 раз слово Иегова встречается. Иегова и Ире. А вот теперь посмотрим, какой нам нужен страх. Вот это Павел сказал. Не приняли духа рабства, то есть служить греху, чтобы обвязать в страхе наказания, но приняли духом усыновления. Он усыновил, говорит, и избавил от греха. Верующий в Сына Божия не грешит. Дальше. Бытие 20 глава 11 стих. Авраам сказал. Я подумал, что нет на месте всем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Страха Божия нет, уголовный кодекс есть. Все. Там, где нет страха Божия, ни о какой нравственности не надо говорить. К Иоанну Знатоусту подходили люди и говорили. Вот ваши верующие где-то. Вы все про них знаете? Да, конечно, они все знаете. Не знаю. Но вот есть такие, которые пьют. Вот сегодня пошли, я видел ваши святого. Да, я знаю. Пьют, говорит. Но я говорю про оповеди. Вот. А есть неверующие, которые не грешат и живут лучше, чем ваши. Не знаю. Он знает, что он говорит. У верующих есть три причины, чтобы быть нравственным. Три. Вот как можно отвергать святых отцов? Я сейчас спрошу сектантам. Какие причины? Они не знают. Я усыновлен. Я верующий. Я... Христос умер за меня. Все. Я спасенный. Я спасенный. Я спасенный. Спасенный в надежде. Спасенный Павел говорит. Не обманывайтесь. Бог по ругам не бывает. Многие потерпели кораблекрушение в вере. Многие стали как враги креста Христова поступать. Павел говорит верующим, пишет. Так вот здесь Авраам подумал, что у них нет страха Божия. Нет страха Божия. Жену отнимут, а его убьют. Чтобы быть нравственным, Бог окружил человека оградой. Первое. Страх наказания за неправильный образ жизни. Никаких педофилов других не было, чем сегодня страдают и депутаты. Взяточников, неправильных судей. Почему? Так меня же Бог спросит. От него не скоришься. Второе. Обещание будущих благ. Ну, может, местами переставить. Но на первом месте страх Божий. Иоанн Тауз говорит, знаю, многие бы презрели обещания благ, если свободны были бы от угроз. Ну, все, Бог обещает. Да, пойду из без этого. А вот от ада-то как ты избавишься-то? И поэтому страхом, когда она говорит, ну, смотри, иначе я приду, что? Мы страхом. Страхом дрессируют животных. Страхом держат детей в повиновении. А не так. Ты получишь пятерку, я тебе шоколадку дам. Ты не научишь его уважать тебя. Вот теперь тебя будет за глотку брать. Ты ему дай без всяких конфеток. Еще раз там будешь, до следующих веников будешь помнить. Одни попались на воровстве, и она теперь уже... Ну, она выросла уже теперь, женщина. И она говорит, папа, когда узнал, что мы обвавали школу, свою родную школу, шторы сняли, все утащили. Так он, говорит, был бывший офицер, так он ремнем мне этим, который портупею, он же узкий такой ремень-то, он меня порол до потери сознания. Мама кричала, хватит, хватит. Анютка больше с ними не будет. И она говорит, если бы папа бросил, бы чуть раньше меня бить, я уже не могла от них отстать. Это компания была. Они ее неделю дома отмачивали, у нее платье все там врезалось. Он ее драл и драл и драл. И теперь папы нет, я каждый день благодарю Бога, какой у меня папа добрый. Об этом вспоминает Чайковский, как часто их наказывали. Петр Ильич таким и получился. А теперь завистники ему там уже ложатся, что попало придумают. Безумцы, безумцы. Свой грех навешают на других. Так, страх Божий удерживает от греха. И третье, третье, вспомоществующая благодать Божия. Я верую, я молюсь. И вдруг Бог дал мне силы, я прошел мимо. И пить прям руки дрожали после получки. А я не подошел к киоскому. Меня друзья звали, а я пробежал за ним. А они ко мне бегом побежали. Они говорят, что с ним? Да не знаю. Я убегал, я видел ко мне дьявол подходит. Я скорее домой на молитву. Если у меня обещание будущих благ, страх Божий и благодать златоузга, и несмотря на это мои люди еще ходят и пьют, то что спрашивать с того, у которого ничего этого нет. Не веры в Бога, ничего. И поэтому, что есть верующие, которые неправильно поступают, я это и без вас знаю. А чтобы верующие поступали нравственно правильно, этого я сказать не могу. Этого сказать не могу. Вот и все. Что нужно нам сказать? Вот умер Березовский. Я был не другом, я не друг Чаплина. Я его просто не знаю, все было да. И он только сказал, ничего доброго я о нем не слышал, сказать не могу. А на смерть Березовского. Вот как хочешь, так и понимаю. А понятно здесь все. Дальше. Исхода, 15 глава, 16 стих. Да нападет на них страх и ужас. От величия мышцы твоей да немеют они, как камень. Да коли проходит народ твой, Господи. Да коли проходит сей народ, который ты приобрел. То есть пусть нападет страх и ужас перед еврейским народом на весь мир. Это так было, книга Исход, когда они заходили. Что означает страх? За них Бог. И они понимали, стратеги располагали войска, клином, свиньей, какие у них были тогда приемы, какие фаланги шли. Ничего не помогает. И тогда они обратились к Валааму. Что делать? Ответ был один. Валах их научил потом. Нужно, чтобы народ согрешил. А согрешат, Бог от них отступится. С грехом Бог вообще не имеет дела. И то, что мы теперь, якос нами Бог, якос нами Бог поется в церкви, это обман. С нами не может быть Бога, если мы грешим. Господи, Ты нас искупил кровью причистую. Ты, Господи, дай нам страх Твой, чтобы не грешить. И тогда Ты будешь с нами. Грешников Бог не слушает. И считаем. Исхода 20 глава 20 стих. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Вот для чего страх Божий, чтобы страх был и не грешили. И тогда не бойтесь народу, сказал, кого? Людей не бойтесь. Мы победу одержим там. Христианам говорили, когда они вышли на арену мира, ну вы маленько хоть как-то тут, ну нельзя же так, против всех поднимаете, всех врагами делать. Никакой толерантности-то нету. Ну смотрите, римляне, это там закон был вообще не советский. Они захватывали государство, богов всех конфисковали, реквизировали, привозили. И в Рим, когда они приезжали, и все кланялись там, о, это наш Бог, смотри, он как стоит-то. И вот там специальные люди, пыль сметали, чистили. 500 божеств. Христиане же, им было предложено, ставьте статую Христа, 501 будет. Вас никто гнать не будет. Они объявили, все вне закона, это идолы, бесы. Вы, принося жертву идолам, приносите бесам. Как? Император бесам? Да кто же они такие? Поэтому, а ну-ка расследуйте их. А не они ли приносят бесам? И все силы, философы, все были брошены на них, велеречивы. Но они устояли. А если бы они согласились быть одним из них, то что бы из этого было? Христианство крайне нетерпимо к заблуждениям, к ересям. Оно намерно встало. Пылали костры, автодафы устраивали, по 2000 одновременно сжигали на аренах. Это времена Нерона. Зверям бросали, чего только не было. Екатерину, какими колесами рвали. Они ничего не могли сделать. Даже у таких девочек маленьких вера, надежда, любовь. Христианство непобедимо, потому что с ними сам создатель мира Христос. И они идут так, как положено. Вот никого не надо бояться. Никогда. И никого. Надо бояться одного Бога. Когда братья уходили, то они боялись. Он премьер-министр. Что теперь будет? А отец говорил, чтобы я... Ты не трогай мир. Я Бога боюсь. Не бойтесь меня. Если человек Бога боится, его не надо бояться. А если Бога не боится, бойся его. И далее. Притча 1 глава 7 стих. Начало мудрости. Страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. И далее. 2 глава 5 стих. То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. 8 глава притчи 13 стих. Страх Господень ненавидеть зло. Гордости, высокомерия и злой путь. И коварные уста я ненавижу. 9 глава 10 стих притчи. Начало мудрости. Страх Господень. И познание святаго. Разум. Притча 10 глава 27 стих. Страх Господень прибавляет дней, лет, даже нечестивых сократятся. Ну хочешь жить долго. Вот одна заповедь с обетованиями. Но вот это не заповедь, но все-таки будешь жить. Бояться Бога будешь. Дальше. Притча 14 глава 27 стих. Страх Господень источник жизни, удаляющий от ситей смерти. 15 глава 16 стих притчи. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Притча 15 глава 33 стих. Страх Господень научает мудрости и славе предшествует смирение. Притча 16 глава 6 стих. Милосердием и правдой очищается грех. И страх Господень отводит от зла. От согрешения, от зла, от нарушения заповеди Божьих. Притча 19 глава 23 стих. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Вот проверьте, имейте страх Божий. А если все время ропщите, правители не такие, патриарх там не такой, день и ночь ропщат, ну и страха Божия нет, и ты ничем не доволен. Пророк Исаия 2 глава 10 стих. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Псалом 89 и 11 стих. Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего. Значит, познавать силу гнева Божия по мере страха, чтобы вот как вместе с мужеложниками не оказаться. У всех мужеложников, садомитов, вот эти геи, парады идут, они не имеют страха Божия, и поэтому так они живут. Псалом 110 и 10 стих. Начало мудрости страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Псалом 118 и 120 стих. Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Пророк Малахия 2 глава 5 стих. Завет мой с ним был, завет жизни и мира, и я дал его ему для страха. И он боялся меня, и благоговел пред именем моим. То есть Богу это угодно, когда мы его боимся. Боимся, как бы не нарушить заповеди, как бы Бог не отверг, как бы в аду не оказаться, как бы Бог жизнь не прервал. А не только то, что как бы не огорчить Бога. Это одна деталь. Здесь страх Господень охватывает все, как говорит Иоанн Златоусты. Лука 2 глава 9 стих. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. Почему? Потому что Даниил пал на длани, а ангел, как сегодня сказали бы, какая-то мощнейшая энергетика вокруг него. Он махнул, и 175 тысяч мертвецов лежит. Деяние 5 глава 5 11 стихи. Услышав все слова, она не пал бездыханен. И великий страх объял всех, слышавших это. И великий страх объял всю церковь, и всех, слышавших это. Я из другой стиха еще взял, один автотый стих. Значит, страх какой здесь был? А как бы я тоже не оказался здесь, я тоже когда-то лгал. Лжецы, вот где ваша участь. И спасение в страхе Господнем. Деяние 9 глава 31 стих. Церковь же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем. И при утешении от Святого Духа умножались. Никогда сектанты не говорят, что они ходят в страхе Господнем. Я ни разу не слышал этого. А зачем страх? Совершенно любовь изгоняет страх. Вот прямо ходили в церкви, не слышать, я показываю. Почему? Потому что Сатана заблокировал на этом. 2 Калифим 5 глава 11 стих. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Значит, страх Господень нужно знать. И далее. 2 Калифим 7 глава 1 стих. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. А которые говорят, что страх Божий не нужен, совершенно любовь изгоняет страх. Это люди, погрязшие в грехе, в ереси, в заблуждении, в грехах, которые явно, просто видимы, но у него ничего это не видно. У него нет страха Божия. Без страха Божия это начало мудрости, начала нет никак. Конец, венец, пожалуйста. Все в страхе. Ефесянам 5 глава 21 стих. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Какое повиновение? Церкви полностью не стали повиноваться сектантам. Православные не повинуются Евангелию, что написано, не знают на каждом шагу. Каноны нарушают. То есть потеря страха Божия всемирная, везде. 1 Тимофея 5 глава 20 стих. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Чтобы как бы не попасть под эту молотилку. А не так, наедине, скажи, где-то, против меня согрешил, да. А когда согрешает против церкви, мы обязаны выступить и сказать. Евреям 12 глава 21 стих. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. 3 Ездор 15 глава 36 стих. И помет человеческий до седла верблюда. Страх и трепет великий будет на земле. Вот какое. Смотрите, помет человеческий, но это человеческие отходы, он так называет. Вот где будет, до верблюда будет все это лететь. Примудрость Соломона 17 глава 8 стих. Ибо обещавшиеся отогнать от страдавшей души ужасы и страхи, сами страдали позорной боязливостью. Вот это политологи, философы, которые стоят. Если сегодня грохнут со всех сторон, там Китай, там мусульмане, что? Только услышите, и от страха шресла расслабеют. То есть обмараются все. Один ответ. Это означает, что шресла уже есть недержание, с него все потекло. Примудрость Соломона 17 глава 11 стих. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. Какой страх именно? А когда люди боятся там, где потеряли Бога, и боятся чего не надо. Я с Богом. Мне рассудок подсказывает, они ничего не сделают. Вот мы сейчас думаем так, большое путешествие по Европе, оттуда заехать в Грозный, и уже отовсюду только не ездите, только не ездить, там такое. Я говорю, а как же апостолы шли и умирали там? Может именно через нас будет примирение, а вот в Боснии там такая заваруха будет через две недели. Да может я там и нужен. Я молюсь, я не знаю, я нервусь. Сираха 2 глава 11 стих. Страх Господень, слава и честь, и веселье, и венец радости. И даже венец всякой. Сираха 2 глава 12 стих. Страх Господень, усладит сердце, и даст веселье, и радость, и долгоденствие. Когда страх Божий есть, тогда радостно все. 13 стих. Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день смерти своей он получит благословение. Страх Господень, дар от Господа, и поставляет на стезях любви. Вот так. Совершенно любовь изгоняет страх, а страх Господень, наоборот, поставляет на стезях любви. Здесь, в пределах, доступных человеку, здесь на земле. И далее. 18 стих там же. Венец премудрости, страх Господень, произращающий мир и невредимое здравие, но и то, и другое дары Бога, который распространяет славу любящих Его. Сераха Трайгла, 21 стих. Страх Господень отгоняет грехи, не имеющий же страха, не может оправдаться. У кого нету страха Божия, это человек грешный, утоп и этого не видит даже. 25 стих. В сокровищницах премудрости, притчи разума, грешнику же страх Господень ненавистит. Вот кто не любит разговаривать. Я скажу, страха Божия, если так по большинству взять, то, ну, я не знаю процент какой, но стих танкты абсолютно отвергают это. А зачем страх Божий-то? Совершенно любовь изгоняет страх. А православные, вот как у старобрядцев, у них наоборот один страх, везде и даже икона, ярое око. Смотри, если ты не будешь стоять самую 6 часов, ребенок 6 лет, ему стоять не может. Смотри, Бог в ад тебя отправит, сатана тебя на рога наденет, на сковородке жарить будет. У них ничего, кроме страха нет, о любви Божией даже не разговора не ведет. У стих танктов наоборот. Ну, поделитесь пополам. Тем и другим Бог дал достатки. Сираха 3 глава 10 стих. Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжен. Или кто пребывал в страхе его и был оставлен. Или кто взывал к нему, и он презрел его. Вот это среднее, кто пребывал в страхе его, как будто не видит. И далее. Сираха 1 глава 25 стих. Богат ли кто и славен, или беден, похвала их страх Господень. Если бы вот эти олигархи имели страх Божий, они бы сегодня в пепле и прахе раскаялись и все вернули. Дали людям достойную пенсию, инвалидам там повышенную, заслуженным. Ничего нету. Футбольные поля и показывают это, раз на Черногории покупают. Это говорит, что люди настолько мелко мыслят. Вот он, один из ваших, готово дело, другой сидит, там ему тяжело. А отдали бы имение, это свое. Я читал, он много где-то наторговал, купил, вез, и у него был с собой целый сундук, там бриллианты, это громадное состояние. А мальчишка ему прислужил, услышал матросы договариваться ночью его убить. И он понял, на корабле бежать-то некуда. Тогда не взял, было кредитиву послать. И он говорит, там кому-то заплатил, вынесите мне ящик, вынес, высыпайте. Взял, высыпал на это. Ну, кому-то что-то дал, кто помогал-то, пересчитал, вот это я там-то, вот здесь у меня удачно было, там три парохода продал, вот здесь вот то-то, здесь перевозил, то-то, то-то. А теперь за четыре угла возьмите, размахнитесь, и все в море бросил. Бросит туда и покрывало. Пойдем спать спокойно. Все, у него выхода никакого не было. У него страх был на свою жизнь, а теперь пришли, а убивать тебя, за что его убивать? Да еще и попадешься, нас на рею повяжет. Сираха, 17 глава, 1 стих. А вот, он даже вот. Не желай множества негодных детей, не радуйся о сыновьях нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха, Господь. Вот что в школе надо насаждать-то. Вот она ювенальная юстиция, за что должна бороться. Ювенальный юстиция, это самый злейший враг сегодня, который во весь рост может встать здесь. Но это все делается по замыслу масонов. Не хотели детьми заниматься? Страх Божий не привили? Пожалуйста. У меня как-то одно время, жена Надежда Васильевна преподавала в Центре творчества Железнодорожного района, города Барнаула. Ну и говорила обо всем, и говорила об Абаде. Горе вам и дальше. Одна девочка сказала, она прибежала, моя девочка не могла уснуть долго. Это страх, это что такое? Ой-ой-ой. Сераха 20 глава 18 стих. Всякая мудрость, страх Господень, и во всякой мудрости исполнение закона. Вот как. Мудрость, это не то, что я философские какие-то университеты кончу экономически, а иметь страх Божий, чтобы исполнить закон. Никакой Аксфорский университет не даст этого. Так. Сераха 24 глава 26 стих. Страх его, только глаза человеческие. Ну, людей нету, тогда можно что угодно вытворять. Это осуждается. Сераха 26 глава 8 стих. Венец старцев, многосторонняя опытность, и хвала их, страх Господень. А сегодня старцы-то какие? Они уже в сорок с лишним лет уже деградируют. Начинаешь говорить только об одном. Ну и чем болеешь? Как у нас сестру Нина Тожел, она говорит, ничем не болею. Как? Ты же на пенсии, на пенсии. И как? Ничем не болеешь? Она говорит, нет, я гимнастикой занимаюсь. У меня от рук они поднимаются. Ну, естественно, она всю жизнь на стройке работала. Меня пытали, крутили там органы. Ну и что из этого? Вот я не болею. И только разговариваю. А внуки как? Ну, дочь-то хорошая была, но зять лихой попался. А если сын хороший, а теперь лихая, уже сноха попалась. И только жалуется и жалуется. Нужно наполнить язык свой, рот радостным восклицанием. Новый день лучше вчерашнего был. Вокруг люди у меня такие все помощники, хорошие. 26 глава 14 стих. Страх Господень, все превосходит, и имеющий его с кем может быть сравнен. То есть выше всех олигархов, выше президентов. 28 глава 3 стих. Если кто не удерживается тщательно в страхе Господнем, то скоро разорится дом его. Значит, вот. Ради того, чтобы дом был крепкий, семья крепкая, имей страх Божий. Интересно, я читал про одного самого неверующего. Ну, это знали его товарищи. А детей учил обязательно в воскресную школу. А тот говорит, ты зачем делаешь? Ты сам-то атеист. А как же я жить-то с ними буду? Я, говорит, уже сейчас, на ночь, барриходируюсь, стульями, стол подбегаю к дверям. А если будут верующие, они меня не тронут. Вот и все. Аминь. Сираха 37 глава 2 стих. И наведи на все народы страх твой. Вот желание какое. Сираха 41 глава 26 стих. Богатство и сила возвышают сердце, но выше того страх Господень. Это я отвечаю на вопрос, на какой страх Господень. Не я отвечаю. Что Господь отвечает? Сираха 41 глава 27 стих. В страхе Господнем нет недостатка и нет надобности искать при нем помощи. Удивительно. 28 стих. Страх Господень, как благословенный рай, и облекает его всякою славою. В страхе Господнем. Как бы не огорчить Бога, как бы в ад не попасть, как бы не лишиться награды. Так вы что, такие эгоистичные? Да. Верующие все эгоистичные. Наш эгоизм идет через самопожертвование. Я желаю царствия Божия, и не попаду, если имение свое для себя только будет. Если они будут смиряться, прощать не будут с врагами. Обращаться грубо, убивать их. Кончено дело, я не дойду туда. У других народность и другие там написаны книги. А они по ним поступают. У нас Евангелие Святое, Святая Библия. И вот 13 глава 11 стих. Неужели величие его не устрашает вас, и страх его не нападает на вас? Вот это 50 место, 50 свидетельств. Я выбрал из Святой Библии показать, что такое страх Господний. И тот, кто это посмотрит, просчитает, он поймет? Ну, если он не поймет, то нет в нем страха Господня. Страха Божия нет. Но я думаю, и так же. Ну, все. Слава Иисусу Христу! Во веки веков! Аминь!